Друзья, всем доброе утро! Наступил момент мне покидать прекрасный городочек Газа-Антеп. Должен отметить, что мне здесь понравилось в этом городе. Весьма такой городочек колоритный, милый. И вместе с тем здесь ярко выражены такие восточные направления, восточные нотки, мотивы. Город достаточно большой, население около 2 миллионов человек. Много здесь всяких разных многоэтажек строят, небоскребов. Я вот сейчас уже выезжаю на окраине. Остались у меня непосещёнными музеи, музеи археологии, музей мозаики. Самый большой в мире, кстати, музей мозаики расположен в Газа-Антепе. По населению и по площади, я так понимаю, он ходит в пятёрку или, ну, по крайней мере, в десятку самых крупных городов Турции он входит однозначно. Рядом с Газа-Антепом есть достопримечательность в 60 километрах. Рум-Кале. Это крепость. На полуострове она расположена. Я обязательно сюда вернусь, в этот город. Возможно, мы даже сделаем это с Сарочкой. Если Сара захочет со мной попутешествовать когда-то, мы обязательно сюда с ней приедем, походим здесь по базару, по музеям. Ну вот, друзья, вот так вот у них выглядят на окраине новые микрорайоны. А в самом центре у них там крепость и старые древние домики, в которых можно остановиться, переночевать. Сюда поехать. Возможно, я вернусь ещё на своей машине. Очень много людей путешествуют. Многие люди переделывают джипы, чтобы можно было в них ночевать. И путешествуют в них. Таким образом, можно забраться в какие-то места труднодоступные. Это очень удобно, потому что всегда есть в распоряжении спальное место. И можно в любом месте заночевать. Там даже, где вблизи нет никаких отелей в окрестности. Путешествовать вот так вот, либо на автодоме, либо на каком-то джипе со спальным местом. Это вообще классно, удобно. Можно всегда приготовить себе там, пожарить какое-то мясо, шашлык на барбекю, на мангале. И, ну, я думаю, это достаточно атмосферно будет. Ландшафт, конечно, существенно здесь отличается от той части Турции, в которой я был до этого. Я сейчас проезжаю вот параллельно границы. С правой стороны, на востоке, проходят границы между Сирией и что там ещё? Ирак, Иран. Примерно в некоторых местах совсем близко. 15-20 километров вот прям сразу граница с этими государствами. И, соответственно, здесь уже такой вот климат и ландшафт более такой пустынный. Но вот с правой стороны, я не знаю, либо они привезли вот эту землю, она такая вот на чернозём похожа, либо она действительно здесь местная. Но чаще, конечно, каменистая почва такая скальная, и на ней, естественно, тяжело что-то вырасти. Касательно климата, я думаю, здесь бывает снег. Иногда зимой, естественно, он быстро тает. Потому что в Газантепе, я видел фотографии, прям возле крепости снег лежит. Растительности здесь мало. Такая скудная растительность. Либо она уже сбросила, они пашут до сих пор лошадями здесь. Они используют технику, я так понимаю, местные жители не очень богато живут, поэтому им приходится использовать лошадей для того, чтобы вспахать вот эти поля и на них что-то вырастить. Но, я так понимаю, на них вырастить не очень легко, потому что, возможно, здесь засушливые районы, и мало воды, и плюс ко всему ещё грунт не очень хороший. Кардинально отличается, должен отметить, вот эта часть Турции от тех мест, в которых я был. Больше такие равнины и степная такая почва, похожа на чем-то на Казахстан, я так думаю. Ландшафт похож. Когда я ехал по трассе, по южной трассе, по берегу, по побережью, там одни города переходили в другие, то здесь между городами прям серьёзные такие расстояния, и вот они здесь больше на тракторах носятся. Если сравнивать южную трассу, то, конечно же, там я порой даже уставал. Мне приходилось чаще и чаще, мне приходилось часто останавливаться, и я уже думал, ой, когда эти достопримечательности уже закончатся. А здесь я просто вот еду вот так вот по степи, и никого нет, и вообще ничего нет, и рядом Сирия. Кстати, ещё нужно отметить, что у них здесь вот такие вот заборы уже капитальные начали появляться, и заборы прям такие с колючими проволоками. Если там где-то в районе Аланьи, Анталии, там у них просто какие-то такие оградочки, чисто символические, то тут они прям так капитальные. Я думаю, это говорит о том, что здесь может небезопасно быть, друзья мои. Температура около 12 градусов за бортом, но солнце светит, и поэтому это не чувствуется, вот эта прохладная погода. Не пасмурно. Продолжаю я наблюдать вот сады вот эти по обеим сторонам. Я, честно говоря, не знаю, что это за деревья, похоже на яблоки, но я могу ошибаться. И вот как раз про то, что я говорил, я сейчас спускаюсь вниз, в долину, и очень хорошо здесь видно, во-первых, как они это всё огораживают, чтобы никто не заходил, яблоки не рвал. Во-вторых, какие колоссальные здесь расстояния между населёнными пунктами. Связь работает стабильно, должен вам отметить. У меня два телефона, на одном подключен роуминг, на втором водофон стоит связь. Если водофон где-то теряется, я подключаю тот телефон, который у меня с роумингом, и он автоматически выбирает сеть, которая здесь стабильно работает. И поэтому у меня связь всегда есть. С этим никаких вопросов не возникало никогда в Турции. Но расстояния здесь вообще невероятные, какие-то колоссальные. И вот если смотреть направо, там вообще просто, я не знаю, даже у меня взора даже не хватает, чтобы это всё охватить. Я первый раз такое вижу в Турции. Я думаю, что я сейчас доеду до вот этой достопримечательности Рум-Калия, и там до ближайшего города, и встану на платный автобан, на платную трассу, и, в общем, буду лучше ехать по ней, потому что, ну, смотреть здесь, кроме вот этих степей бескрайних, нечего. Очень сильно напоминает Казахстан. Ничего не растёт, какая-то травка маленькая, никаких деревьев, камни и всё. Друзья, я доехал. Весьма интересное место, чем-то похоже на наш Чирынский каньон в Казахстане. Тоже речка протекает, но здесь своеобразно. Здесь вот предприниматели оградили вот такую вот территорию, я так понимаю, выкупили они её, либо в аренду взяли, беседочки поставили, всякие разные скамеечки. И можно насладиться видом, они ещё построили вот такой вот балкончик или террасу, как это назвать, для того, чтобы можно было любоваться видом именно вот непосредственно с самой удобной точки этого места. Здесь есть небольшая деревушка, мечеть есть, естественно. Там я припарковал машину, и везде у них есть туалеты бесплатные, везде есть мечеть и всё, что с этим связано. Очень удобно в этом плане в Турции. Кошки гуляют. Румкале камтерас. Вы можете, в принципе, проехать, там есть бесплатная парковка, вот на той части, скамеечки. И можно насладиться видом, они ещё построили вот такой вот балкончик или террасу, как это назвать, для того, чтобы можно было любоваться видом именно вот непосредственно с самой удобной точки этого места. Здесь есть небольшая деревушка, мечеть есть, естественно. Там я припарковал машину, и везде у них есть туалеты бесплатные, везде есть мечеть и всё, что с этим связано. Очень удобно в этом плане в Турции. Кошки гуляют. Румкале камтерас. Вы можете, в принципе, проехать, там есть бесплатная парковка, вот на той части. Но вход сюда стоит всего лишь 5 лир. Это 30 центов. Я подумал, что оно того стоит. Я подумал, что это выгодное предложение. Да, реально. Это реально выгодное предложение, потому что здесь стеклянный пол, друзья мои. Капец. Это вообще какое-то удивительное создание, строение. Реально. Каждый день меня Турция чем-то удивляет. Жесть. Это всё, конечно же, надёжно здесь, крепко. На крепком металле. Крепкое стекло. Я так думаю. Но это вообще капец. Реальный капец. Я даже вообще не ожидал, честно. Я сейчас ехал по какой-то степи. А здесь, посмотрите, ресторан. И всё. И вот здесь вот вниз, вот обрыв. И всё. Я не знаю, сколько тут высота. Метров 300-200, наверное. Так, давайте к крепости, друзья мои. Крепость достаточно красивая. Расположена она непосредственно на полуострове. На скале. И такой вот обрыв здесь отвесный. Я так понимаю, это всё природа сделала. Но достаточно красиво. Я думаю, это прям здесь, в этих краях достопримечательность номер один. Прям вот если куда-то ехать, поехать, то обязательно стоит посетить это место. И вы сюда можете приехать на лодочке. То есть вы можете взять лодочку в Газан-Тепе и оказаться здесь именно вот непосредственно на лодочке. Я где-то видел такое место в Китае. Типа там мост есть, который вот стеклянный. И честно говоря, где-то в Турции я вообще никак не ожидал встретить такой мост. Вот прям каждый день какое-то удивление и удивление. Каждый день чему-то я здесь удивляюсь. А вот как раз кораблики сзади. Кораблики и крепость. Что может быть прекрасней? Даже не знаю, как это будет всё выглядеть снизу. Ну да, наверное, снизу тоже есть своё какое-то определённое очарование. Но достопримечательность прям реально заслуживает вашего внимания. Настоятельно всем рекомендую. Всё чисто, аккуратно, нигде ничего не валяется. Всё расчерчено, размечено. Асфальт хороший. Ступенечки, лесен. Дух захватило даже немного, друзья мои. Ну это реально прям вот... И всё, здесь вот обрыв и ничего здесь нет. Вот. Вот, видите? Как турки вот это любят. Все вот эти всякие разные обрывы и всё такое. И 5 турецких лир всего лишь стоит вход. Я сначала не мог понять, за что они у меня берут деньги, просят. Я говорю, ну ладно, 5 лир так 5 лир, что теперь? 20 центов, в принципе. Я готов 20-30 центов заплатить. И реально оно того стоит. Я бы, наверное, даже 10 долларов заплатил, чтобы туда зайти. Просто, ну, они это никак не презентуют. Это здесь маркетинга надо побольше. Я думаю, они только построили. И здесь всё, в принципе, новое. Ну что, друзья, думаю, это место никого не оставит равнодушным. Такие прекрасные здесь краски, кадры. Вообще это всё вот сооружения. Все вот эти современные сооружения, древние сооружения. Река вот эта вот голубая такая красивая. Друзья, ну вот, чтобы вы понимали, вот эти вот опоры снизу, они около 10 метров, 15 метров. Я думаю, высота здесь с этого балкона как минимум около 200 метров. Очень высоко. И так они красиво всё это классно здесь сделали, оборудовали. Кораблики, пристань. Там много всяких разных ресторанов, закусочных. Расположение крепости очень хорошее. С этой стороны вообще, я не знаю, как пробраться, не пробраться. А отсюда... А с этой стороны вода. И, соответственно, ну как отсюда попасть? Отсюда никак не попасть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кафе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот здесь живут местные жители В ближайшем кишлаке Ветки вот запасают здесь у них Куры тоже пасутся Петухи И я так понимаю Здесь тоже зимой будет прохладно Поэтому они готовят дрова Очень много оливок растет Ну и в принципе все на этом Камни, оливки, куры Мопеды, мотоциклы Но сегодня я был удивлен Я даже не знаю чем был я больше удивлен Или этим балконом Или этой крепостью Ну и вместе с тем здесь можно увидеть Достаточно такие зажиточные дома Современные уже Но заборы Очень большие заборы Гуси Утки Гуси вообще бесстрашные А еще друзья Всегда хотел вам рассказать Вот здесь можно набрать воду Я так понимаю это питьевая вода И на самом деле Таких мест очень много Она повсюду Даже если вы где-то идете в городе В какой-то деревеньке Там обязательно будет вода И будет чашечка висеть Чтобы человек, любой путник Мог остановиться, утолить жажду И пойти дальше Место мне однозначно понравилось Я думаю оно заслуживает вашего внимания Если окажетесь в этой части Обязательно посетите И если будет такая возможность Лучше отправиться сюда на кораблике Друзья я только что принял решение Продолжать движение на восток Надо отметить что Я уже достаточно далеко Отъехал от Газантепа И вот эти вот сады Я до сих пор не могу понять Что это за деревья Они не останавливаются Они продолжаются И продолжаются И продолжаются Вот сколько я могу видеть В обе стороны Они идут и идут И вот эта вот красная штучка Это насос, друзья мои Я так понимаю Здесь либо есть скважина То есть хозяева для своих садов Скорее всего Бурят скважины И добывают воду из-под земли Чтобы поливать свои деревья Достаточно взрослые деревья Очень сильно похожи на яблоки Но я могу ошибаться Возможно это что-то другое Линии электропередач у них здесь Попробую позже Ну вот такие вот здесь ландшафты Пейзажи И скорее всего Дорога тоже Будет Вот такая вот Каждое дерево Это чье-то дерево Они ухаживают Укрепляют Вот Корни Стволы Камушками Обкладывают Я не знаю для чего И в общем Люди занимаются Здесь вплотную Вот этими деревьями Скорее всего Больше здесь делать нечего Вот это вот Наверное Единственное место Где ничего не посажено Нет А ну потому что Там камни Да я уже пошел в гору И здесь скалистая Такая почва Скалы, камни Ничего расти не будет Вот Какие-то деревья растут Но Я даже не знаю Что это за деревья Видите, вот Могу ехать вот так Минут 10-15 И одну машину только встречу Видите, просто Обычные камни И Такая скалистая почва Скалистый грунт Конечно же здесь Ничего расти не будет Только какие-то Исключения Так Ищет Угу Через 2 часа Но все равно 130 км надо ехать В любом случае Куда я и поставил точку В любом случае Надо туда ехать Гранд Урфа Отел Поэтому 2 часа У меня займет путь До следующего места Моей Друзья, вот здесь вот Можно встретить Вот такие интересные Сооружения Это Панели Солнечные Они делают С помощью Солнца Энергию До этого я проезжал Были Ветряные Генераторы А вот эти вот С помощью Солнца Я так понимаю Здесь Ветра не так много Когда я в такие места еду Я стараюсь Чтобы у меня было Хотя бы на пару дней Покушать Чтобы была вода Чтобы связь Обязательно была Я всегда за связью слежу На двух телефонах У меня связь Друзья, посмотрите Куда я приехал Меня сюда завел Google Maps Навигация Я наверное Минут 10 уже еду И Действительно Смотрю, что Других дорог Альтернативных Аналогичных нет То есть Если вы съездили Посмотрели крепость Потом хотите Поехать на восток То вероятнее всего Вам надо будет Либо возвращаться Либо ехать по каким-то Вот таким вот дорогам По полю Здесь даже Это реально грязь Если пойдет дождь Или еще что-то такое То скорее всего Машина будет проваливаться Потому что Снизу даже камней нет Очень весело Да, вот там вот Насыпали камней справа Это буксовали видимо грузовики Или еще что-то типа этого Еще плюс ко всему Уже 5 часов Солнышко наверное Минут через 20 сядет И здесь вообще классно будет Романтика Вроде выбрался С той грязи вылез Но здесь у меня другие начинаются Видите серпантины Очень крутая дорога И обрывы повсюду Речка течет там снизу А у них здесь плотина Они здесь делают электричество Я так понимаю Я сюда приехал Такой большой крюк сделал Потому что Мне надо было просто Вот по мостику проехать Речку переехать Если я не ошибаюсь То вот эта вот речка Как раз Именно Протекает Возле которой речки Мы с вами сегодня были Гуляли Посмотрите какой закат Красивый Классный Прямо вот здесь вот эта плотина Заводь И все Мостик вот этот вот В одном месте Ну классно Классно Все таки Вознаграждает меня Турция За мои блуждания Друзья Наконец я выехал на магистраль Я так рад вообще здесь оказаться Ресторанчики вот эти придорожные Заправочки Хорошая дорога Без ям Без выбоем Как классно ехать Сейчас 40-50 минут Я уже буду в отеле Эта трасса Бесплатная Но она очень похожа На платную магистраль Платная магистраль тоже Идет прямо Вот так вот Широко Я так понимаю Они ее сейчас делают Строят И в дальнейшем В будущем она когда-то будет Платной В настоящий момент Здесь дорога вот такая Двухполосная Узенькая И проезд через мост Тоже соответственно Такой же Но Они строят гигантский мост Друзья Посмотрите Они привезли башенные краны Они заливают здесь бетон Вот колонны Все ставят И будет здесь широкий проезд Вот такой Знайте снежинки Я так понимаю Здесь Зимой может снег быть И скользко В общем Друзья Уже темнеет Вряд ли у меня получится Для вас Что-то интересное заснять Поэтому я Буду заканчивать это видео Всем спасибо за просмотр Как всегда Увидимся в следующих роликах Пишите интересные комментарии Ставьте палец вверх Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»